Добрый день, приглашаю к себе в гости посмотреть мой спортивный зал, который построен несовершенно недавно, тяжелоатлетический. Проходите, пожалуйста. Пройдем посмотрим, зал тяжелоатлетики. И я так думаю, что вы подразумеваете здесь на частной территории, это как зал 2 на 2, на 1-2 помоста. Нет, могу вас разочаровать и сказать, что это на самом деле полноценный зал, выдержанный по нормам СНИПов Советского Союза, где могут проводиться тренировки как тяжелоатлетов, так и тренировки борцов. Вот зал 136 квадратных метров, высота потолков 4 метра, сделано 10 помостов, но в данный момент стоят 5 помостов полноценных, 3 на 2. Оборудование Юстил, 4 штанги мужских, 1 женская, 15 кг. И есть также для юношей 10 кг штанга, тоже Юстил. Этот зал был построен год назад, наличные средства для проведения сборов оздоровительных на юге Крыма, Феодосии. Зал находится 4 километра от Феодосии и 4 километра от поселка Приморский. Это, скажем так, первый населенный пункт после Керчи, съезжая с Таврида. Дом моря от этого зала 500 метров, также здесь на этой территории имеется размещение для проживания и питания. Противоположная сторона, где обеденный зал и комнаты для размещения в домике 20 человек. На 20 человек. Это частная закрытая территория. А сколько одновременно может проживать? 20 человек может одновременно проживать. То есть 16 спортсменов и 4 тренера взрослых. И вот это мини-столовая, да? Мини-столовая, да. Какое меню есть? Меню по желанию спортсменов. Меню всегда оговаривается. По прошлому году оговаривали питание со старшим и с тренером, что хотят спортсмены. Кушать для них это готовиться, все домашняя пища. Всегда в рационе мяса, всегда в рационе овощи, фрукты, холодные напитки. Все, что по желанию. Творог по желанию, блины с творогом. Все это входит в ту сумму, которая на сегодняшний день 1650 рублей. Проживание только разовое питание. Но меню всегда оговаривается с тренером, со взрослыми, что хотят по желанию дети кушать. И повар нанимается, да? Да, повар нанимается. То есть профессионал, да? Да, квалифицированный повар. Нанимается и готовится. Есть еще сауна. Есть сауна, да, на 4 человека, небольшая. Дровяная. Дровяная сауна на 4 человека, да. И еще такой момент, не менее важный, особенно для курортов, то, что в каждом номере, вот в этом домике, в каждом номере санузел и душевая. Да, мы можем пройти посмотреть, в принципе. Давайте. Это вот такой спальный номер, конечно, сейчас немножко. Убор не подготовлен для проживания. Ну, главное, для общего обозрения. Да, для общего обозрения. Какая площадь? Какая площадь? Все двухместные. Санузел. Санузел приблизительно такого же размера, как спальня. Да. Кожа ставить в кровати. Да, это все. Душевая кабина, туалет, умывальник, все. Все есть, коровы. Если кто-то обратит внимание, что не кондиционеры, кондиционеры есть, но не в каждом номере. Но, Вадим, планирует? Планирует. Если в дальнейшем это будет постоянное посещение, постоянное приезды для разных спортивных мероприятий, то в каждом номере будет стоять кондиционер. Потому что вы только развиваетесь, вам всего лишь год. Да. И с каких регионов к вам приезжали? Стулы, вы говорили, да? Да. И в прошлом году были только стулы. Штангисты были стулы. Да, да. И лифтеры. И лифтеры со Ставропольского края. Еще планирую пока что приехать, но в сентябре месяце. И у вас были переговоры на этот год, но, к сожалению, коронавирус вне свои ограничения, именно что касается детского спорта. Да. Ну и всего остального. Мы вот только-только, считая Аксенов, с 1 июля разрешил нам, россиянам, посещать Крым. Посещать. 3 июля уже взял запрет на проведение организационных сборов, мероприятий спортивных, художественных, там каких-либо, где принимать это дети активно. На следующий день запрет. К сожалению. Судя по прошлому году, когда приезжали из Тульчане, у них изначально планировалась одна тренировка в день. Они ехали, я их спросил, как. Но, не знаю, настолько им понравилось или что, они проводили две тренировки в день. Плюс в зале активно играли в теннис. Ну тут вот даже площадка определенная есть. На площадке отдыхали, беседки, на море. То есть находили время. Такой ландшафт у вас особенный. Не просто за асфальтированной территории, а так с любою обжили. Ну, в общем, зал ваш открыт для всех желающих, кто хочет в летнее время, в курортный период и не только. Осенний, весенний, значит, конец, май месяц, апрель-май, и даже сентябрь-октябрь. Мне еще погоды позволяют. А вот, кстати, перебил, расскажите, пожалуйста, вот, допустим, мы все знаем, что здесь происходит летом, а вот, например, там, осенью глубоко или ранней весной, какая здесь обстановка в плане климата, чтобы желающие могли приехать? В плане климата обстановка здесь замечательная. Какая температура? Температура 22-24 градуса. А вот чуть пораньше, апрель? Апрель месяц температура 18-20 градусов. А, но все равно, да. Не, но более комфортно. Даже сентябрь и сентября, это еще можно купаться на море. То есть вода, примерно, градусов 20, температура воздуха 24-25 градусов. То есть намного комфортнее, нет такого солнца, состояние уже не такое, не такая жара, и более комфортно. То есть все еще с советских времен наших, Феодосию, всегда в Крым ехали отдыхать сентябрь-октябрь. Когда комфортно, когда людей уже меньше, когда уже море более чистое. Хотя вот в этом месте, где мы находимся, береговое село, это самое чистое море. Самое чистое побережье, на самом деле так, потому что здесь нет никаких сбросов ни канализационных, никаких. То есть город один и поселок второй далеко. И это залив вот этот вот, именно берегом, самое чистое море. А еще вот мы с вами разговаривали, помимо вот групп, которые к вам могут приезжать и жить, допустим, а есть либо спортсмены, либо взрослые, ну скажем так, спортсмены старших возрастных групп, которые хотят с семьями отдохнуть и заодно провести такой такой свой спортивный досуг. На каких условиях вы можете таким людям предоставить площадку? Проживание бюджетное, это 600-700 рублей за номер проживания. Могут здесь сами себе готовить. Если опять-таки же, уважаемые наши ветераны, соберутся группой 10 человек приедут, то для этой группы будет также питание организовано. То есть цена будет в пределах той цены 1600 рублей с трехразовым питанием, как и для группы остальных. Это вот что касается сегодняшнего года, да, там, прошлого года, да, цены? Да, сегодняшнего и прошлого года. Пусть все ориентируются, что от года к году немножко что-то дорожает. Ну, для ориентирования, чтобы они понимали, какая это цена. Цена политика, ну, 200-300 рублей, это максимум, что может повысить в следующий год. Цена. А сегодняшней цены 1650 рублей за сутки проживания с трехразовым питанием. Это значит, повар нанимается, ну, питанием начинает обеспечиваться, это когда с 10 человек, от 10 человек, да? А вот как, например, спортсмены, которые приехали с семьей и решили, ну, скажем так, в более комфортных для себя условиях, там, где прям супер-пупер проживание, где-то там остановиться в элитных отелях, а заниматься негде? Они могут прийти к вам и потренироваться? Да, предварительно созвонившись, чтобы здесь туда был. Стоимость на сегодняшний день, это стоимость 250 рублей академического часа занятия. Это цена абсолютно. Что будет на следующий год, мы будем смотреть опять-таки же, а на сегодняшний день такая цена. Ну, естественно, она не будет расти там в два-три раза, там будет какая-то просто мини-надбавка, да? Да, мини-надбавка. Да, вот дополнение к залу, к самому. Так как зал выдержан в норм, и подалки здесь 4-метровые, кондиционирование изначально я не планировал здесь ставить, а за счет приточной натяжной вентиляции создается вентилюруемое помещение, где всегда есть доступ свежего воздуха. В зимний период здесь будет стоять дополнительное осенний, весенний-зимний период дополнительное отопление электрическое, это будет обеспечить комфортную температуру, восьмая собиралась для проведения нормального тренировочного процесса. Это вот что касается в плане каких-нибудь проведения лагерей, кемпов, ну, то, что вы предлагаете отдыхающим. А когда все разъедутся, и вы останетесь здесь одни только местные, что вы можете предложить для них? Набор группы детско-юношеские, где будет заниматься, есть еще один тренер в спирдосе, который будет проводить здесь занятия, и я буду проводить занятия понедельник, среда, пятница, вторник, четверг, суббота, две-три группы юноши, которые также будут культуализировать мой спорт, который на сегодняшний день немножко подзабыть, но начинает уже возрождаться за счет ветеранского движения. С какого возраста дети могут? Десять лет. Ну, да, как и все, везде. Десять-одиннадцать лет. И только дети, или же при желании их папы, или просто взрослые? При желании, опять-таки же, тех людей, которые уже когда-то занимались тяжелоатлетиками, понятия, захотят снова прийти и начать спортивную жизнь, скажем так, заново, для них тоже двери открыты, и они будут заниматься по-фейсу. Ну, вот мы видим, здесь пять помостов, да, и вот из опыта, что можете сказать одновременно, сколько может здесь детей заниматься, чтобы без травм там, чтобы не следить за ними, а так вот в обычном тренировочном режиме? Те же пять человек или десять? Да нет, как показывал, вот, уже у покровения сборов тульской команды, у них было двенадцать человек. И все одновременно занимались, да? Одновременно занимались, на помосте даже еще мой сын не подключался, то есть тринадцать-четырнадцать человек, два человека на помосте, это даже в наши времена, когда мы занимались, это норма, при которой можно заниматься. Ну, как правило, дети там немножко кучкаются там по весовым категориям, там, и у кого-то там, ну, плюс-минус два килограмма разницы на штанге, да, снял блинчики и делаешь то же самое упражнение. Да, с детьми попроще там, а упражнения одинаковые они делают. Да, со взрослыми, конечно, это каждому помост, но взрослые приезжают, и здесь будет шесть помостов. На сегодняшний день пять, но вот есть еще один шестой помост. Еще вы говорили, вы планировали для тех, кто занимается функциональным многоборьем, кроссфитом, да, вы планировали вот на этой стороне установить стоечки, да, кроссфитовские? Есть у нас такая задумка осталась, они уже есть, их остается только перевезти сюда и установить. И тогда, получается, спортсмены из кроссфита смогут полноценно также приезжать и... Приезжать и... Потому что я... ...потому что я слышал и видел в социальных сетях некоторые, также у нас на юге, бывшие штангисты, которые переходят тренировать в кроссфит, они также устраивают летние кемпы на нашем юге и вот в таких вот залах проводят тренировки для кроссфитеров. Да, есть у нас такая задумка, есть у нас такая возможность с одним из тренировок в Адусе это вести в жизни. Ну, отлично. Самое главное, что не только по помещениям вы обзавелись таким вот, таким большим, просторным, но и таким квалифицированным оборудованием, потому что такие новые штанги, стойки, диски... Не каждый любитель, вы же, можно сказать, вы же не относитесь к какому-то спортивному обществу, вы же не от администрации выступаете, вы это в частном порядке и вы подошли вот с таким вот грамотным подходом. С профессиональной точки, да, консультировался, да, с нашими также уважаемыми спортсменами-ветеранами, это и Сущуков я консультировался в дело, это я и консультировался из Тулы с Юрием, не помню сейчас. Вот они мне подсказывали, как что-то сделать оборудование. Ну, отлично, вы молодец. Я рад для поддержания развития тяжелоатлетики в своем регионе и стране, это все дело. Ну, после небольшого рассказа, который мы вот с Александром сейчас записали здесь, я так думаю, что помимо тех оздоровительных групп, которые я хотел бы видеть здесь юношей и юниоров, я также хотел бы видеть здесь всех тех желающих, ветеранских, тех людей из среднего возраста, которые приезжали отдыхать на юг, могли бы совместить, сочетать отдых моря и занятия своими любимыми видами спорта, будь то кроссфит, будь то тяжелоатлетика. Получить удовольствие, удовлетворение и приезжать ежегодно. Да, подтверждаю, здесь в окрестностях находится очень много мини-отелей и отелей, и остановившись здесь или в районе, в этом районе, можно отправив семью на пляж, спокойненько сделать такое ответвление, зайти сюда, потренироваться и продолжить отдых, свой отдых вместе со семьей там же на пляже. Будет возможность, я так думаю, что в конце этого года уже, ну, курортного сезона, сначала тот уже проживать в более комфортабельном месте, группами до 10 человек, опять-таки же, это могут быть группы, как и разнообразные детские, это могут быть группы взрослых, которые приехали с семьями отдохнуть, но опять-таки же имеют и хотят возможность потренироваться. Это здание находится, знаете, в этом же селе Береговое, 500 метров от спортзала. Вы можете всегда там остановившись, сюда прийти и отдыхать. Дополнительно, если нужно будет видео, я это все предоставлю. И тем более, это, кстати, сейчас очень распространяется такой семейный спорт, и если вот здесь вот могут отдыхать, например, чисто спортсмены группами, то, допустим, какая-нибудь нескольких семей, там, 2-3 семьи спортивных, они могут организоваться и сделать для себя небольшой такой курорт и спортивный отдых. приходить сюда вместе с женами, с детьми заниматься. У вас, потому что я там увидел, есть маленькие гантельки, то есть жены, если не хотят поднимать штангу, они вполне могут на тренажерах, вон там, пожалуйста, велотренажер, покрути, покрути, поподнимай, он в обруч, покрути. – Товровые дорожки, на которых можно делать. – Да, я считаю, для того, чтобы… – И теннис также могут поиграть в теннис. – Совершенно верно, да, и дети могут, да, поиграть. – Если даже и неполноценно кто-то там готовится к каким-то соревнованиям, если уж неполноценно сделать свою подготовку, продолжить на юге, но мы все должны понимать, что мы едем на юг для отдыха, и здесь не нужно совмещать отдых и профессиональный подход к своей профессии, скажем так. Здесь просто нужно поддерживать форму, и вот этого всего, я думаю, вполне достаточно, чтобы поддержать ее. – Да, да, здесь более чем достаточно. – Да, да, да. Спасибо большое за обзор. – Спасибо тебе, Александр, что приехали, нашли время. – Я, если честно, не ожидал, потому что я думал, что мы приедем в какое-то предоставленное администрации помещение, вы там будете ютиться, как это обычно, всегда желающих больше, ну, в плане спортивного, ну, детского спорта, желающих больше, а предоставляют помещение меньше, а тут вы в ущерб своей территории построили… – Можно было построить дом какой-то, да, 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 мини-отель, на месте вот этих, ну, зону проживания построить бассейн приличный и, пожалуйста, стричь деньги, а вы все-таки пошли другим немножко путем, молодец. – Да, из семьи спортсменов, поэтому, как бы, я… – А, да, кстати, давайте вот расскажем, как вот мне рассказали, у вас здесь не просто фотографии, у вас здесь… – Здесь не фотографии, вот это мой тренер первый, Фрисов Виталий Михайлович, который воспитал меня до кандидата в мастера спорта в свое время, вот, потом трагически погиб молодым спортсменам. – Это команда «Флюрко» Сергея из Тулы. – Который в прошлом году здесь проходил… – Это прошлое сборы, да. – Вот. – Ну, это… это мой папа, 72-й год, участник соревнований в Крыму. – Какие достижения? – Здравствуйте. – Тоже кандидат мастера спорта. – И вы продолжили также заниматься спортом, и помимо вас еще и ваш сын. – Сын ваш, да. Тоже на сегодняшний день занимается тяжелой атлетикой, активно тоже достиг уже разряд кандидата в мастера спорта. – За два года, я хочу сказать, это очень быстро. – За два года достиг кандидата в мастера спорта. – Ну, отлично. Спасибо. – Да, пожалуйста. Спасибо тебе, Александр, что приехали, нашли время. Спасибо тебе. Жду – Спасибо тебе. Продолжение следует...